Вторая лекция из цикла «Лекция о культуре». Название этой лекции здесь написано, «Пакт Рерис культурной основы миротворчества». Читает, как вы знаете, Михаил Николаевич Челятьев, член управляющего совета НРК Национального рейдерского комитета и советник РАЕР Российской Академии естественных наук. Нас здесь немного, но материалы размещаются на сайте, так что гораздо большее число людей сможет познакомиться. Вчерашняя лекция была очень интересной, глубокой, содержательной. Я надеюсь, что не менее интересной будет и сегодняшняя лекция. Прежде чем предоставить слово Михаил Николаевичу, но хочу напомнить вам, что сегодня по всей нашей стране, в разных городах, в разных учреждениях, повсюду проходят правильные мероприятия, связанные с трагическими событиями в Новокузнецке. Давайте мы присоединимся тоже и почтим память погибших. Спасибо. Я еще в качестве представления, поскольку тема касается культуры, скажу, что я еще вице-президент Международной регии защиты культуры, поэтому эта тема нам особенно близка проработана, не только теоретически, но и практически. И история этого вопроса, касающаяся охраны культурных ценностей, общечеловеческих культурных ценностей, она становится все более актуальной и актуальной. А начиналась история Пакта Рериха, немножко напомню, начиналась эта история со встречи, которая проходила в Санкт-Петербурге на квартире Алексея Максимовича Горького на Кроновской улице 4 марта 1917 года. Так встретились художники и деятели культуры, присутствовало около 59 человек, и председатель стал Николай Ксенч Рерих. И там уже обсуждались вот в это трудное переходное время вопросы охраны памятников искусства о дворцах, коллекциях, принадлежащих царскому дому, потому что вы знаете, что во время революционных событий очень многие сокровища культуры, ценности культуры пострадали. По итогам совещания была создана комиссия по делам искусств, куда вошли Горький председатель, Бенуа, Рерих, товарищи председателя, Добужинский, Фомин, Петров, Водкин, Шалякин и другие. Петроградский совет рабочих депутатов откликнулся в газете «Известия» на это событие 8 марта 1917 года. А потом уже исполком совета солдатских депутатов комиссия была переименована в комиссию по вопросам искусства, а временное правительство, которое уже действовало в этот момент, оно создало особое совещание по делам искусства, о чем, конечно, в истории Пакта Рерихов, и особенно в воспоминаниях, которые писали яркие представители этого парта, такие как Барантаубе, такие как Шибаев, секретарь Николая Константиновича Рериха, уже присоединившийся и известный как научный секретарь, живет в школу, работающий с ним вместе. В 1917 году летом обсуждался закон, запрещающий вывоз художественных ценностей за границу, потому что разграбленные художественные ценности в музеях и дворцах стремились быстро вместе за границу, превратить в деньги. Возникли некоторые споры по этому поводу между Бенуа и Горьким, можно вывозить, нельзя вывозить, кому принадлежат ценности. И в связи с этими событиями актуальность такого движения защиты культурных ценностей только повысилась. Но надо сказать, что Николай Константинович обращался не только в революционное время к этой теме, в 1904 году он в археологическом обществе сделал уже сообщение на эту тему. И в 1914 году был доклад представлен императору Николаю II и великому князю Николаю Николаевичу, которые очень позитивно отнеслись к идее сохранения культурных ценностей. Но вы понимаете, что в это время шла уже Первая мировая война, и она свой отпечаток нанесла на многие очень другие важные идеи, проекты, планы и так далее. Ну, перечисляя известные веки в истории человечества, поворотные пункты в истории человечества, как отмечалось, нужно вкратце упомянуть такие моменты, как прекращение рабства, это 1833-1864 год, защита детского труда на фабриках, равноправие женщин, 1918-1920 год, международные договоры в области судопроизводства, 22-й труда, 19-й, почтово-телеграф отношения, то есть коммуникации все это, 1865-1974 годы, воздушных сообщений торговли, 20-й. Ну и, конечно, великая идея Жанна Генрина Данана об учреждении Международного Красного Креста, это 1864 год, это стало наиболее близко к идеям Пакта Рериха, потому что Красный Крест заботился о здоровье людей, о помощи во время всяких военных действий и чрезвычайных ситуациях человеку международным сообществом специально подготавливаемыми службами для этого. Ну а учреждение Пакта Рериха, знамени мира, движения в эту сторону стало, как вы знаете, Красным Крестом культуры. И подготовка к принятию Пакта подходила в несколько этапов. Впервые в Нью-Йорке концептуальные основы этого были Николай Сенчим опубликованы и провозглажены в 1929 году, потом были проведены три конференции, 1931-1932 год в Брюге и по подготовке Пакта Рериха, и 1933 год в Вашингтонской конференции по подготовке Пакта Рериха. Ну, сам Николай Константинович, писав в приветстве третьей международной конвенции по Пакту Рериха в Вашингтоне о идеалах и целях планируемого договора, «Приветствую вас, сошедшихся во имя священного дела мира. Неслучайно мир мыслил о мире, ибо действительно вражда и взаимная ненависть дошли до предела. Нарушения творческой жизни увлекают поколения в бездну одичания. Никакие поверхностные признаки цивилизации не скрывают одичание духа. В этой вражде средиземных смятений разрушаются истинные ценности творения духа человеческого. Не будем оглядываться назад, где столько плачевных примеров, когда людям приходилось писать памятные слова, разрушенные человеческим неведением, восстановленные человеческой надеждой. Именно ради этой надежды человечество на лучшее будущее, на истинный прогресс духа необходимо охранить истинные ценности. Несомненность нашей мирной идеи подтверждается существованием Красного Креста. Если Красный Крест печется о телесно раненых и больных, то наш пакт ограждает ценности гения человеческого, тем охраняет духовное здоровье. Мир всячески мыслит о мире. В каждом мирном предложении заключается стремление к тому же мирному прогрессу и благосостоянию. Каждый на своем языке повторяет благую формулу доброжелательства. Вот и мы знаем, что охранив подобно Красному Кресту все творческие ценности человечества особым знаменем, мы вытесняем этим порядком и само понятие войны. Если весь мир покроется знаменем охранения сокровищ истинной культуры, то и воевать, и враждовать будет негде. Были голоса, замечавшие, что зачем мыслить об охранении, когда проще казалось бы вообще прекратить войну. Но в то же самое время, когда такие голоса были слышны, уже новые сокровища человечества разрушались, и земля покрывалась новыми стыдными знаками. Итак, будем же прежде всего священно охранять творческие сокровища человечества. Прежде всего согласимся на самом простом, что подобно Красному Кресту знамя в значительной мере поможет призывать человеческое сознание к охранению того, что уже по свойству своему принадлежит не только нации, но и всему миру, и является действительной гордостью человечества. Вы понимаете, так получалось, что за десятилетия до начала каких-то военных действий Николай Константинович начинал проявлять зов, призыв к человечеству о мире. 904 год, за 10 лет до начала Первой мировой войны. 29 год, за 10 лет до начала Второй мировой войны, потому что она началась в 1939 году, на Россию напали уже в 1941, как вы знаете. Это, наверное, тоже не случайно, потому что есть такие свои вещи, циклы исторических событий, когда какие-то идеи имеют больше актуальность для проявления. И если бы идеи Пакта Рериха, который был принят в 1935 году в Вашингтоне после всех предыдущих, прошедших подготовительных стадий, если бы эти идеи были усвоены человечеством, то, наверное, ужасы Второй мировой войны можно было бы как-то смягчить, потому что культура, она не только относится к сохранению материального, материальных ценностей, но она относится и к явлениям культуры, она относится и к сознанию человеческому. Поэтому, может быть, можно было бы этими высокими идеями поднять дух человечества и предотвратить некоторые трагические последствия, которые принесла уже Вторая мировая война. Поэтому Николай Константинович понимал, что предотвратить это нельзя, но воспитательное значение Пакта для него было чрезвычайно важно, и мы понимаем, что это уже во времени действует и после завершения Второй мировой войны, и в наши дни это тоже актуально, весьма актуально. Пожалуйста, следующий слайд. Вот вы видите здесь подписание справа вверху в кабинете президента Соединенных Штатов Рузвельта в Вашингтоне. И 15 апреля это произошло, в 1935 году, в полдень, собрались в Белом доме представители Соединенных Штатов Северной Америки и всех республик Центральной и Южной Америки, так называемый Панамериканский Союз. Вот Америка первая подняла знамя мира, Америка первая присоединилась, включая в Америку, к пакту Рериха. И при подписании пакта Рузвельт обратился со следующей речью по радио, переданной по всему миру. Можно приветствовать, что именно в этот день, обозначенный как День Панамерики всеми правительствами республик Американского континента, членами Панамериканского Союза, был подписан договор, отмечающий еще одну ступень в охранении культурных достижений нации этого полушария. Открывая этот договор для присоединения к нему всех наций мира, мы представляем этот насущный принцип сохранения современной цивилизации к всемирному признанию. В основе этого договора лежит гораздо более духовное значение, неже это явствует из самого текста договора. Это лишь одно из многих выражений основной доктрины континентальной ответственности и солидарности, столь важной для настоящего и будущего. По случаю празднования Дня Панамерики снова посвятим себя задачи проведения в действии основных общих интересов всех наций этого материка. Принесем также слово нашу приверженность к этим высоким принципам международного сотрудничества и самопонимания, которые, как я уверен, являются великим приношением Америки для цивилизации. Но потом этот пакт продвигался в другие страны. Так случилось, что прибалтийские страны или каким-то подвохом специальным, или по каким-то другим обстоятельствам не смогли присутствовать, им просто приглашение прислали уже гораздо позже. Хотя вы знаете, что очень сильное было латвийское общество Рериха и в прибалтийских странах, уже было и в Литве, и в Эстонии движение, ну и многие другие. Позже, уже в 1948 году усилиями Святослав Николаевича Рериха удалось, чтобы конгресс Индии поддержал эти идеи пакта. Ну и надо сказать, что пакт, который, кстати, называется договор об охране художественных и научных учреждений и исторических памятников, чтобы, вы знаете, что он открыт для присоединения до сих пор для присоединения других стран мира. Говоря о пакте Рериха и особенно о знамени мира, нужно, конечно, подчеркнуть, что рериховская концепция культуры по глубине и сущностному проявлению своему, пожалуй, выше, чем все другие представления культуры. Если мы посмотрим около 400 существующих определений культуры, в разных энциклопедиях разное можно встретить, то мы увидим, что вот к духовной сущности культуры восходят уже очень немногие. И даже те, кто говорит о духовности, в смысле того, что памятники культуры, явления, языки, язык, традиции, они, конечно, защищают духовность, они понимают духовность часто не в том ключе, не в том мировоззренческом, не в том эволюционно-сущностном ключе, как ее, конечно, понимал Николай Константинович и великие учителя, которые вдохновили, в общем-то, Николая Константиновича на это великое движение, инцирование этого великого движения. Поэтому я здесь снова уже в который раз прочитаю общеизвестное определение культуры Николая Константиновича. Культура из почитания света, культура из любовь к человеку, культура из глухание, сочетание жизни и красоты, культура из синтез возвышенных утонченных достижений, культура из оружия, света, культура из спасения, культура из двигатель, культура из сердца. Если соберем все определения культуры, мы найдем синтез действенного блага, очаг просвещения и созидательной красоты. Именно вот в преддверии таких грозных событий еще в 1931 году Николай Ксинч уже в приветствии Владимира Брюгге к конференции, он уже говорил о том, что необходимо именно сейчас заняться охраной этих творческих сопровищ. И тогда он уже говорил о разворачивании знамени для охраны культурных сокровищ и о смысле этого знамени, которое в знаке своем соединяет разные века и разные народы. Я не буду на этом устанавливаться, очень много материалов есть о том, как еще со времен Палеолита, как на Кинжалово Гордо, как на Аполлоднах Мэрлюга, как на христианских одеяниях святых христианских присутствует этот знак, и поэтому он универсальный знак. Ну и из трактовок этого знака, давайте следующий пожалуйста слайд, из трактовок этого знака можно, здесь вечности, что это синтез науки, искусства и духовных учений, религии в общечеловеческом круге, культуры, но это же одновременно знак бессмертия духа. Это одновременно знак трех владык – Будды, Христа и Майтрея, и поэтому символ этого знака очень глубокий. Это и троица, конечно. И вы знаете, что троица, святая троица в разных традициях, в истории, духовной истории человечества, она выражалась в разных формулах. Это может быть, как в древней Индиаде, Бабуд, Химанас, это может быть отец, сын, святой, дух. Это можно сказать уже через энергетическое мировоззрение, что это материя, энергия и сознание. И в духовно-близкой рейхерской традиции литературе мы найдем пояснение вот этих разных значений великого символа. Этот символ говорит о том, что вот это вот единое начало, бесконечное, вечное начало, из которого зарождаются миры, а непроявленное начало в момент зарождения, даже трудно говорить о моменте, потому что там не существует времени, там существует отражение этого абсолюта, этого духа, первичного логоса, отражение и возмущение первичных вот-вот духоматерии, единой Акаши. И возникает вот тогда вот отец, мать и сын. Отец, мать даже как бы едины между собой. Почему мать? Мать – это материя. И только через материю может проявиться духовное начало, духовный импульс всего цикла проявлений. И бутхическое начало в индийской традиции, в индийской философии, материнское начало, оно свою весть передает в этот мир, мир дифференциации, мир появленных форм через своего сына. Его можно по-разному называть, можно называть Манас, можно называть Христос в смысле еще дохристианском, потому что Христос и Христос, принцип этот был известен еще и гностика, но смысл в том, что идет погружение вот этого, этой триады, идет погружение в четверицу и идет отражение ее свойств многократно. Об этом говорит тайная доктрина, комментарии Ирины Петровны Бловацкой, ну и много литературы с этим связано. Ну вот, здесь видите цитаты «Знамения мира», когда с 1931 года, когда первая конференция Брюги под проводилась. Пожалуйста, следующий слайд. Ну вот, Константинович рисует целую серию картин, посвященную защите культурных ценностей, и они синхронны в общем-то как раз этим этапом подготовки к принятию Пакта Рыриха. Вот одна из таких широко известных картин «Мадонна защитница» или «Святая покровительница». Пожалуйста, дальше, 1935 год. Вот на этой картине София Примудрис хочется остановиться особенно. Эта тема не очень раскрывалась в Рыриховедении, насколько я знаю. Конечно, описание этой картины было. Занималось несколько известных искусствоведов, которые прекрасно и достойно совершенно проявляли творчество Николая Кстюльевича. Я не могу здесь не вспомнить нашего друга Евгения Павловича Маточкина, который очень большое значение и большое дело внес в историю, в том числе и в православной традиции, дал другое понимание, что ли, чем у обывателя бытует, а о связи творчества, художественного творчества, храмового творчества Николая Константиновича с христианством. Важно это укреплять. Также вот член Национального рейсовского комитета, Наталья Владимировна Тютюгина много сделала для продвижения этих идей. И они чрезвычайно актуальны сейчас. Я позволю себе, исходя из вот таких вот смыслов знамени мира, дать интерпретацию этой картины из традиции идеи софиологии, софийности, которая очень важна в истории мысли, не только русской мысли. Русская мысль, она тоже, конечно, проявлялась, но из истории мысли человечества. Николай Константинович в своей статье «Путь твердый» говорил, «Духовное понимание и созвучие ткут цветоносную ткань Матери Мира, священную культуру» с большой буквы. Ткань Матери Мира, священную культуру. Этим творческим путем вы и будете восходить. Почему ткань Матери Мира является священной культурой? Да потому что это является как раз проявлением этого бутхического начала, отца Матери через сына. И здесь вы заметите, София при мудрости в огненных облаках учиться, и ее Николай Константинович изображает, как на некоторых других картинах изображает архангела Михаила, хотя казалось бы, это женское начало. И несет садник или садница, несет в этом пламени, в единоначальном пространстве магний, из которого все исходит, из которого конденсируются все формы, бытия, огонь, который может быть созидательной, но и грозой, разрушающей все искажения, все невежество, несет знамя мира, на котором три раза написано древним языком, три раза написано одно и то же слово. Это слово свято, 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 свято. Вот этот свет, этот несказанный божественный свет, который нам и открывается в облаках огненных через проявление смысла и сути знамени мира. Николай Константинович в 1931 году, когда уже предложено было это знамя с его символикой, на первой конференции Брюге, был инициатором того, чтобы знамя было освящено в базилике Святой Крови Христовой, где хранится святыня, хрустальный сосуд с кровью Христа. И в своем очерке, посвященном бельгийскому городу Брюге, где это все происходило, он писал, освящение знамени нашего не случайно должно было произойти в соборе Святой Крови, во имя всей мученической крови, пролитой за прекрасную истину ваших богов, где объединяется столько высоких символов, там возникает истинное твердыние. И далее, вспоминая свои картины, находящиеся в шести странах, которые он посвятил Брюге, художник пишет, и сам я вспоминаю их, вспоминая их эти картины, тку новую сердечную связь с Брюге, с драгоценной каплью крови, творящей и оживляющей. Что такое кровь? Задумывались ли об этом? Если посмотреть на это с танцовских позиций. Кровь – это принцип камня. Это принцип как раз начала той четверицы, того проявленного мира, куда испадает эта триада. Эта божественная триада, если исходить из знаний тайной доктрины, из комментариев к тайной доктрине, которые давала Елена Петровна Блаватская, она спадает по мосту, который называется Антокарана. Этот мост Антокарана имеет несколько, семь делений. И именно на этом мосту и происходят все варения духа и материи. Высший манос, сходя туда, становится низшим маносом, соединяясь с камоманосом, а через камоманос с каморупой. Рупа – это форма. И вот сам принцип камы, он отражен в крови человеческой, которую иногда в теософской литературе отразляют с фахатическим началом, потому что кровь, во-первых, она распространена по всему организму, она вездесущая, если угодно. Она в этом самом отражает огонь, вездесущаяся огня. Кровь. Кровь имеет красный цвет, тоже общий, для всех народов, наций, людей. И поэтому на знамёнах, на знамёнах коммунистической партии был выбран красный цвет, и в некоторые страны другие тоже красный цвет почитали, как кровь. Это и кровь мучеников, о которых только что мы читали у Николая Константиновича. Это вот объединяющий символ. То есть объединяющий символ триады знамени мира, которые есть в вехах истории в разных странах, и народах, он повторяется несколько раз на других уровнях. И когда Николай Константинович настойчиво, говоря о культуре, утверждает, что культура общечеловеческое понятие, и что в это общечеловеческое понятие, как в единый океан сходят реки национальных культурных своеобразий, традиций и всего прочего, но тем не менее, какое-то достижение гения, творца России, Венгрии, Индии, Монголии, Франции, они становятся, если это подлинное достижение, сразу же общечеловеческим достижением. Они обогащают насферу, они обогащают сознанием идей, если даже люди не сразу с ними знакомятся. Потому что есть психическая энергия, есть невидимые связи, и через эти связи человек впитывает, как молоко матери, которое впитав, получает прану и обогащает ту же самую кровь, того же самого через энергию ноосферы. Он дышит воздухом духовным. Может быть, даже не замечая этого, как мы часто не замечаем, что мы дышим обычным воздухом, если, конечно, воздух загрязнен, мы это замечаем, и разницу в горах замечаем. И, к сожалению, мы часто не замечаем, что в нас постоянно бьется живое огненное сердце, которое является тоже в определении Рейхов символом смысла культуры. Почему? Потому что соборность в сердце, потому что синтез в сердце, потому что вот эта общечеловечность в сердце заключена. Потому что сердце – это следующий после рассудка орган, в котором и будет развита новая, более высокая способность человека к познанию и восприятию этого мира, которое в учении живой этики называется чувствознанием, а за ним идет еще более высокая способность, которая называется духоразумением. «Итак, почему София?» Почему София – премудрость? Какое она отношение имеет ко всему сказанному? Ну, традиция софиологии, она включает, ну, из того, что мы знаем в нашей истории, более изучено, что ли, София премудрость Божия или ее аспект Афина, Афина-Паллада, она присутствует и в Древней Греции, об этом говорится в Иляде Гомера, в Федре Платона, у Пифагора, у Аристотеля, Демокрита, античных авторов, почитавших мудрость, именно как Афину-Палладу. К многомудрой Афине, родившейся Адзевса, отец-мать, опять-таки, излучающей в мир мудрость и даже по некоторым сказаниям создающей вместе с Прометеем из Ила людей новую расу, обращал страстный призыв, видевшего Афину еще в юношей во сне, прокладиадоха. Призыв, как бы повторяющий иерархические этапы духовного творчества, мифологизированную теургию, вот что он пишет в частности. «От высочайшей цепи, от источника отчего, в немле, мощного дочери отца, многосильная, с мужеским духом, о, щитоносица, в шлеме золотом, тритогена-паллада, те, кто отверзла, ты, кто отверзла врата для премудрости к Богу ведущей, кто укратила гигантов земных, богоборное пламя, ты, кто избегла желаний зажженного страстью гефеста, поездивический свой, адамантовый, ты сохранила. Ты, добродетели, силу благую возвысила в смертных, жизнь украсила многоумением искусство и ремесел, силой творящей ума наделила ты души людские. Ты, о богине, чей лик излучает святое сияние, в немле и дай скитальцу, счастливую тихую гавань, о дару и душе моей благосвященных сказаний, чистый свет и премудрость, любовь и любовь таковую, я умоляю, вдохни, дабы силы ее воспарила, к отчему дому душа, на олимп от земного предела. А Софии премудрости, Ветхозавет, это проколдиадох, проколдиадох, ему во сне явилось. Во сне часто являлась София, сейчас мы об этом тоже скажем. Она в Ветхозаветном предании о царе Соломоне, построившем храме в Улиссариме, доме Бога, сама София Божия явила образ этого храма и в нем обитает. И это сказано в притчах царя Соломона, в библейских притчах. Премудрость построила себе дом, вытесала семь столбов его. Семь столбов. Это тоже, на самом деле, нет времени все это разворачивать. У меня по этому поводу специальная статья написана для Международного Тосовского Конгресса, в материалах, который прошел в Санкт-Петербурге в конце прошлого года. Но это именно уже начинается воплощение вот этой божественной триады. С одной стороны, само пространство является семью облачениями матери-отца, которые знаменуют эти этапы дифференциации. Платон назвал бы эти планы, сферы проявления состоянием божественной мысли. Но можно говорить и о семи состояниях сознания. Итак, богиня-мать, она олицетворяет имула прокрити в традиции индийской философии. И именно мать является основой проявления. Через мать все происходит. Она отражает. Она является субъективной причиной. От нее исходит непроявленный логос, который одновременно являясь ее сыном и супругом, как в древних традициях сказано, называется супругом-отцом. Елена Ивановна Рерих много поясняла это, начиная от египетской традиции, почему вот именно так называется. Но здесь нет места говорить об этом. Я просто скажу, что с древнейших времен материнский культ глубоко запечатлен в культуре, в образе Софии, о которой мы говорим сейчас. Он прошел по векам истралам. Кроме афинской паллады в Риме появляется Минерва. Храмы Софии созидаются в Константинополе, в Ахриде, Херсонесе, Никосии, остров Крит, в Софии – столице Болгарии, которая названа в честь Святой Софии, в Киеве, Новгороде, в других городах. Явления Софии вдохновляли злочих и правителей на строительство храма. По дошедшим сведениям, она, как и Соломону, приходила во сне к увенчанному философии Константину Кириллу, служившему в Константинополе, патриаршем библиотекарем в храме Софии. Позже ему вместе со своим братом Михаилом, Мефодием, это религиозное имя, суждено было создать славянскую письменность, как вы знаете. И одним из первых принести в славянские страны идеи Платона. Посмотрите, как все замыкается. Значительным событием в Софиологии стали труды якобы Бема, это Северное Возрождение, которому также было явлено увидеть Святую Софию. Вот как описывает премудрость Божия великий философ и алхимик Бема, «И мы истинно утверждаем, что Сын весь Слово Отца, которое изрекает Отец, но глубокий ум спросит, куда же Он изрекает Его? Смотри, Слово – это сердце, оно звучит из эссенции Отца, а сердце изрекает Его устами Отца, и в устах приемлет Его Святой Дух Отца и Его Центр, а так с Ним исходит из Отца и Сына в вещественность, в которой оно пребывает с сиянием величия Божия в бытии, как Дева премудрости Божией пребывает. Изречения есть образ Святой Троицы и Дева, как бесплотное подобие Божие. В сей Деве Святой Дух открывает великие чудеса Бога Отца, сокровенные в печати Его. Далее Святой Дух раскрывает отверстые печати сердца Божия в сиянии Его величия, которые открываются в свете и называются Семь Духов Божиим. Итак, образ премудрости Божией пребывает в существе между семью горящими духами, горящими в свете Божьем, ибо они суют Божественной природы, и держат в руке свои семь звезд, сокровенных в печати, запечатленных в гневе Отца в центре Его, ибо сердце Божие есть мощь Троицы, как свидетельствует откровение Иоанна в Апокалипсис. Это в какой-то степени открытие некоторых символических тайны Апокалипсиса. Идеи Святой Софии пришли в Россию через просвещение, через первых масонов, которые, к сожалению, потом разгромила Екатерина Великая, это Шварц, Гамалеев, Лопухин, Новиков. Возрождение софиологии в России было связано с явлением Святой Софии великому русскому философу Владимиру Сергеевичу Соловьеву. Это событие описано в его поэме «Три свидания». Москва, Лондон, Египет. Три разъявлялась ему Святая София. И вот он пишет «Неверую обманчивому миру, под грубую корою вещества, я осизал нетленную порфиру и узнавал сияние божества». Эпитеты, которыми Владимир Соловьев сопровождает свой восторг от встреч с божественной женственной сущностью, украшены сияющими красками. Лазоревый, золотой, лазурь, с улыбкой чистой, лучезарная, порфировая, пурпурная. Эти же все цвета пересекаются с теми цветами, которых изображает Николай Константинович, дальнейшие картины женского образа, изображающие знак знамени мира, и это не случайно. «И в порту и небесного обристания, очами полными лазурного огня, глядела ты, как первое свидание всемирного и творческого дня, день творения». Библейский день творения, фактически. Соловьев, тут есть, конечно, еще что можно говорить и раскрывать, но я скажу только, что вот с этими красками, с этими эпитетами, которые присутствуют, кстати, и в описании рыцарей Святого Грааля, вы можете встретить описание, похоже, как раз, где голубь святой, как святой дух, не сходит на мир. И Блаватская пишет относительно пурпурного и голубого, которые тоже присутствуют, и пурпурное пламя, и трепетные лучи присутствуют в этих описаниях. Блаватская пишет, как пигмент пурпурный состоит из красного и голубого, а в восточном оккультизме голубой является собой духовную сущность пурпурного цвета, тогда как красный есть его материальная основа. То есть, знамя мира, которое изображено амарантовым цветом или пурпурным цветом, оно в себе содержит и красный цвет земной, и надземный духовный свет. И это позволяет нам сделать вывод, что понятие сущностное, глубинное понятие культуры относится как раз к этому мосту Антокорана, который и соединяет падение Божественной Троицы в Четверицу, по которой спускается Высший Мангс и создает возможности культурных проявлений до самых плотных ее форм в архитектуре, например, и самых утонченных ее форм в самом начале. Вот так и строится ноосфера и биосфера. И фактически, этот зерно, этот импульс духовный, он является основой построения мира. Вчера на лекции я говорил о Владимир Иванович Вернадскому учении биосферы на сфере, когда он говорит, что культурная биология и химическая энергия имеет геологическую природу. То есть фактически уже идея культуры была строительной, мироздания задана до того, как собралась сама материя нашей маленькой Земли. В океане космического огня. Дальше, пожалуйста. Ну, можно здесь еще сказать, что Владимир Сергеевич Соловьев продолжил тему софиологии в более серьезном философском виде. Он продолжил в книге «Россия и Вселенская церковь», в которой он будет излагать мысли о церкви Христе, Святой Троице и, конечно, о душе мира, основе творения, пространства, времени и механической причинности. Вот свой имел общественного софиологии оттверждает. Великая Матерь Мира. Матерь Мира не есть символ, но вполне реальное существо, стоящее во главе иерархии нашей планеты, утверждает Лена Ванна Рейх. Не только картина «София Примудрость», но и другие картины Николая Константинча, женские образы, которые держат, как вы помните, знамя мира, относятся к этой же самой сущностной небесной царице небесной. Ну вот, говоря об описании картин, конечно, нужно вспомнить и то, что в 11-м году Николай Константинч написал «Царица небесная над рекой жизни». Он осуществил это воплощение в 14-м году в росписи храма Святого Духа Фленова, хотя еще он задумал это покрова Богородица в 1906 году в Пархомовке, в Киеве, эскизы были у него уже этого проработаны. Ну и вот обычно в храмах, посвященных Святой Софии, изображают сошествие Святого Духа на апостолов. Самая известная вот евангельская традиция. Очень хорошо, что Наталья Владимировна Тютюгина отметила оригинальность изображения в Афленове, в Талашкино. Так изображает Николай Константинович Святой Дух, что это скорее храм, посвященный не сошествию Духа на апостолов, как она пишет, а самому Святому Духу. И похоже, что это первый, единственный вот такой вот импульс, который он дал в российской традиции духовной. Самому Святому Духу посвящен, понимаете? А это уже ступенька к почитанию Духа Утешителя, к тому, что, значит, грядет уже в будущем, о чем, значит, говорил сам Христос. Здесь, конечно, нужно говорить и о Троице, и о Сергии Радонежском, и о Андрее Рублеве, который изображал эту Троицу, и аналогию знамени именно Троицей. Но давайте пойдем дальше, потому что еще много хочется успеть сказать за короткое время. Вот вехи, основные вехи миротворчества. После окончания Второй мировой войны, естественно, пережив ужасы человеческих страданий, потеряв очень много людей, именно женское сердце поднялось, именно женский призыв поднялся к защите культуры, защите мира на Земле против фашизма и против различных вариаций фашизма. И важные вехами такого подъема волны общественного самосознания, миротворчества, организования, в 1945 году образовали Организацию Белевых Наций. Начало в номер 45-го года подготовительной работы по созданию ЮНЕСКО. Устав ЮНЕСКО в 1946 году после его ратификации Греции последнего государства. И я хочу остановиться на рождении 1 декабря 45-го года Международной Демократической Федерации Женщин, первым председателем которой была в дающейся физик лученица Марии Сладовской Кури, активная участница сопротивления Женика Тон. Эти женщины пострадали, некоторые из них были в лагерях, и они подняли это знамя, фактически знамя мира. Позже, в 1947 году, проведение в Праге первого всемирного фестиваля молодежи и студентов, 17 тысяч, которые съемли из чешской столицы, 71 страны мира, а потом, вы знаете, в 50-е годы был фестиваль уже в Советском Союзе, этот проведен, это волны, волны народного призыва к миру. Это очень важно, потому что через них говорил дух. А где был инициирован дух? Я могу сказать, как коренной петербуржец, и у меня родители были, отец был в блокадах в Петербурге. Дух поднялся, голод был, несчастье было, блокада была, но дух превозглок все. Понимаете? Если есть дух, есть иммунитет ко всему, ко всем напастям на физическое тело. Культура подымает этот дух. И этот дух проявился в нескольких волнах. Он спас, конечно, Россию, он спас объединение русского народа от напасти фашистской. И он проявился потом в нескольких волнах мира творчества, что чрезвычайно важно. Пожалуйста, дальше. Вот, эта замечательная женщина, женикотова. Это был первый международный женский конгресс. Первый международный женский конгресс. От Советского Союза участвовала удивительная женщина, которая долгие годы была председателем советского... Пумыцета женщин советского, пумыцета женщин, но еще вся перетитова была. И она стала вице-председателем международной демократической федерации женщин. Нина Васильевна Попова. Вот она здесь выступает. И мне хочется показать, пожалуйста, видео в этой связи. Ну, можно посмотреть еще марки, о которой пошли души. Здесь вот следующий с вами марки посвященный. Уже это было... Помню-ка... Это каков год? Это 45-й год. С 45-го года это все началось. Вот марки были выпущены в 25-ти летию Федерации, Международная Федерация, Демократическая Федерация женщин и Всемирному Конгрессу женщин были выпущены в Советском Союз какие-то марки. Пожалуйста, видео. Обратите внимание на это видео. В этом видео есть очень важный момент. Я даю конец фильма, который сделала дочка Мины Васильевны Поповой, известная вам Ренит Андреевна Григорьевна, которая создала фильм о Рерихе, замечательный, первый фактически такой фильм к 100-летнему юбилею Николая Константиновича. И, кстати, Мина Васильевна помогала тому, чтобы в Центральный комитет политической партии разрешить проведение 100-летнего юбилея в Федерации. И это конец этого фильма, автобиографического фильма о Нине Васильевне Поповой. Самый конец этого фильма, где Людмила Зальцева, актриса, играющая, фактически, Нину Васильевну Попову, играющую, тут называется Борисова, ее девичья фамилия в фильме, расклаживал небольшой секрет. Она потеряла любимого человека, который в марте месяце погиб уже фактически с войсками победными при входе наступления бископа Берлина. Погиб он руководит танковой дивизии, герой Советского Союза, Василий Федорович Орлов. Это единственное имя, которое в фильме оставлено. И вот ее уговаривали просто от советских женщин, от фонда советских женщин, полететь на организацию всемирной вот этой самой демократической федерации женщин. Вот это знание. Вау, независимо от ваших политических убеждений, религиозных верований в социальных положениях, обращаемся мы от имени миллионов советских женщин. Дорогие сестры, сейчас не время для слез. Ворьба продолжается. Другим оружием, в других формах. В этом зале нет ни одной женщины. Которая не пострадала за годы войны. Этим женщинам уже ничего не страшно. Их невозможно и запугать, не остановить, не обстрашить. Так поклянемся же перед лицом нашей многострадальной земли. Бороться с фашизмом во всех его проявлениях. Бороться за мир. И относиться к каждому ребенку на планете, как к своему собственному. У нас возложена эта миссия. Теми, кто погиб за свободу мира. Мама, не верь! Он все равно вернет, он все обещал! Мама, не верь, умерлется! 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 Последняя война на земле. Фильм создан в 85 году. Прошло 40 лет. Моим Сушкин. Вот откроется дверь. Он пройдет и скажет. Ему здравствуй. Не забыла мне. Я ничего не забыла. Рассказывая эту историю, мы изменили имена. Но одно имя осталось подлинным. В нашем фильме роль героя Советского Союза в квартире полковника Василия Федоровича Орлова исполнил Борисский взор. Роль Любови Александровны Борисовой исполнила Людмила Зайцева. Смотри, что такое. Роль Тани исполнила Оксана Захарина. Это ли это? Сегодня 9 мая 1985 года. Сейчас начнется парад победы. И я знаю, что первыми войдут на Красную площадь те, кто не вернулся с войны. И не зремо пройдут они среди нас, утверждая торжество жизни над смертью. Сейчас. 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 Идем. Да. Идем. Сейчас. Идем. 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 КОНЕЦ Все. Почему этот конец так важен? В 1985 году был уже дан импульс к полку бессмертных, к маршу бессмертных. А я напомню, в 2007 году сыну орденоносца, кажется его звали Геннадий Иванов, если я не ошибаюсь, в Тюмени, приснился сон, что он должен. Вот организовать какое-то действие к Дню Победы, 9 мая, и выйти с фотографиями, черно-белыми фотографиями, чтобы вышли люди, у которых погибли родственники, которые родственники воевали. И потом, вы знаете, это охватило всю Россию, вот в Сибири, с Востока пошел. И в Москве. Пожалуйста. 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 начиналась идея поднятия знамени мира в космос, первая в истории культурная программа в космосе, которая называлась «Космос. Человек. Культура». Эту программу осуществляли вот Александр Николаевич Балантерн с усиками стоит, слева в углу стоит Александр Яковлевич Соловьев, а Сергей Геннадий Михайлович Стреканов. Мы полгода готовили эту программу. Эта программа имела культурное содержание. Их знакомили с мыслительными космистами, их знакомили с трудами Рерихов, и знакомили с концепцией «Мир через культуру» Николая Константиновича. Потому что не просто так они должны были первые в истории человечества поднять знамя мира в космос. Они должны были осознавать, сознательно это делать. И в чем еще смысл такого рода, на следующий слайд, такого рода действа? Смысл в том, что представитель рода человеческого оказался в космосе. И он физическими органами, в отличие от всех людей, живущих на Земле, мог в короткий промежуток времени за 90 минут проходить виток. У нас была секретная карта, нам дала Центр подготовки космонавтов, дала секретную карту, чтобы по ней мы сделали специальную программу, культурно-исторический календарь, чтобы мы знали места, через которые пролетала орбитальная станция. И в этот момент в цикле годовом отражались события, которые были, может быть, тысячи лет назад, сотни лет назад, знаковые, эпохальные для созидания общечеловеческой культуры. И космонавты вели дневник, космонавты посылали телеграмму, например, день рождения Далай-Ламы, там посылали телеграмму и так далее. Началось это все с недели блудного сына, из дня рождения Лены Ивановны Рейли, 90-й год, 12 февраля. Понимаете? Вот возникла такая мистерия, если угодно. Были подготовлены специальные музыкально-поэтические композиции, и выставки были, выставки были детских рисунков, выставки были связаны с Ольгой Берголь в защите Петербурга, был телемост организован, Петербург, Космос. И в Петербурге были шествия, и в Петербурге знамя мира, мы тогда пронесли по всему городу, и в Обществе поощрения художеств это знамя мира было тогда, перед началом телемоста. Он читал Баландин, «Аттуда люблю тебя, Петра творения». Пушкин он читал. То есть соединились какие-то, понимаете, важные сущностные моменты. Это была культурная акция. Не просто подъем знамени мира, и на нем роспись космонавтов, и давить потом каким-то известным людям. Оно всегда должно иметь культурное содержание, не быть разоплощенным. Вот Саша здесь находится, известная фотография. Дальше, пожалуйста. Вот эти самые документы, эти материалы рейховские, которые были в космосе, вы увидите, здесь на каждом из них стоит печать орбитальной станции мира. Это уже история. Орбитальная станция мира затоплена. А вот здесь везде стоит печать. Вот это знамя мира, которое было, видите, с печатью, с подписями стоит. Цитаты рейховские. И он начал сам творить. Он начал писать стихи. Он на обшивках орбитальной станции мира писал стихи. Это есть все. Железяки эти есть, понимаете. Цитаты рейхов он писал, он нарисовал там. То есть это было живое, творческое действие, что очень важно в космосе впервые. Когда перед этим мы говорили с Дмитрием Сергеевичем Нихачевым, вот о готовящейся такой акции, он сперва несколько настороженно отнесся, потому что, вы понимаете, люди, которые занимаются культурой всю жизнь, иностранным нужно относиться к технократическим завоеваниям. Потом мы встречались со Святославом Николаевичем Рейхом. Когда мы встречались со Святославом Николаевичем Рейхом, организатором этой акции, тот активно принимал участие в Санкт-Петербургском интерьерном театре, организовал оргкомитет из университета петербургского, были ученые, вот, тогда это Ленинградское отделение Советского фонда Рейхов было, который я представлял. И Святослав Николаевич Рейх, значит, чувствовал, что у него свое отношение вот к этой стадии познания космоса. И он видел за ней уже космос культуры. Для него, конечно, это было самое главное. И когда мы начали рассказывать вот о нашем представлении, то он поддержал тоже. Он тоже это поддержал. Ребята, вот, Саша и второй, Саша, они уже были в изоляции, нужно было проходить специальную медицинскую защитную процедуру перед полетом. А с нами поехал, не у нас руководитель полета, космонавт Волк, Игорь Волк, вы знаете, может быть, его. И мы присутствовали на встрече с Святославом Николаевичем, с Дарикой Иране, и, значит, обсуждали вот эту концепцию этого полета со Святославом Николаевичем. До этого знамя мира, которое нам было передано из Нью-Йоркского музея Рейхов, и тоже в Петербурге, тогда было основано в 86-м году, многие это забыли, и мы в Петербурге основали комиссию по разработке научного и художественного творчества Николаевича Рейха при Академии наук. Первая такая была организация академическая создана при Совете по космическим исследованиям, при секции биосферы, которую руководил академик Яншин, а комиссия по космическим исследованиям академика Кондратьева во главе его, и она одна из немногих комиссий, которая была в Петербурге, основные были в Москве эти комиссии. И тогда вот было это тоже создано, и готовилась тоже вот такого рода программа. Комиссия поддержала очень вот проведение такого вот программы в космосе. Ну и, конечно, если бы не лично Дмитрий Сергеевич Лихачев, его письма, его поддержка, трудно было бы ожидать, что Центр управления космонавтики разрешить в свободное время космонавтам заниматься вот этой культурной программой космос-человек-культура и провести на борт какие-то еще дополнительные культуры, то есть небольшой на луз. Там были книги, там были выставки, вот то, что я сказал, картин и так далее. Пожалуйста, следующий слайд. Вот тоже с печатями «Обитарной станции мира», с подписями космонавтов, «Эмблема знамени мира», открыточка из Нью-Йоркского музея и книга «Община». В то время эта книга сам издат. Они еще не были опубликованы, в наше время были опубликованы, естественно, еще в то время первых изданий, а в Советском Союзе не были опубликованы. И более того, можно было даже хлопотать срок за эти книги, как и были неприятности у наших алтайских коллег. Там был арестован в аэропорту, прямо были арестованы книги сам издата и пострадали те, кто из Верхнего Умона, из Умонской долины, пострадали. Ну, уже начиналась перестройка, уже начинались изменения в Советском Союзе. Вот это вот уникальная книга с печати орбитальной станции «Мир», которая тоже у нас сохранилась. Ну, вообще, пожалуйста, дальше. Ну, вот один из экспонатов. Понимаете, что я лякушка на свято для культуры, и мы из Питера не могли тоже никак это не говорить. Там была большая у нас, просто нет времени. Мы делали специальные выставки, посвященные этой программе в Петербурге, космосферк-культура. Материалы сохранились. Если Национальный Рейховский комитет встанет на ноги, мы готовы подготовить издание целое, посвященное этой программе. У нас много интересных материалов есть. Мы уже это собирали для такого издания, но и за денег это не получилось. Ну, как многое другое за денег не больше. Да. Это важная история в рейховских путях уже в нашем мире. Следующее, пожалуйста. Ну, говоря о Пакте Рейха и о дальнейшем продвижении, он нельзя не сказать о Декларации прав культуры, Дмитрий Сергеевича и Яхачева. Ну, вот, один из тезисов культуры представляет главный смысл, главную ценность существования как по денег народов и баллых этносов так и государств. Вне культуры самостоятельное существование решается смысл. Дальше, пожалуйста. Надо сказать, что он в 95-м году впервые дал этот самый текст Декларации прав культуры. Потом была правительственная комиссия. Эта комиссия причесала этот самый текст и он потерял некую жизненность. И Дмитрий Сергеевич обратился уже к Невчонной лиге защиты культуры. Он был ее почетным членом, он был инициатором, он был инициатором, он был инициатором ее создания. По его предложению президентом стал Борис Викторович Ромашимба, сейчас президент Георгий Николаевич Фурсей, международной лиги защиты культуры. И тогда же он дал для нас все-таки, возвращаясь к первичному варианту, более живому варианту Декларации прав культуры, попросил нас опубликовать, что мы и сделали. Обжать лиги защиты культуры мы дали публикацию более живого варианта, чем тот, который уходит второй вариант причесанный под международные стандарты, которые ему не во всем нравятся, Дмитрий Сергеевич. На каждой странице нашего варианта он поставил свою подпись и поставил число, подтвердив подлинность этого текста. Еще одна важная веха, их, конечно, было много, здесь нет времени на всех останавливаться, но на 26-й сессии Генеральной конференции ЮНЕС в 1991 году было принято решение учить независимую Всемирную комиссию по культуре и развитию, включающую женщин и мужчин, представляющую сельдиом, являющиеся видными деятелями в различных дисциплинах для подготовки всемирного доклада о культуре и развитии, а также для разработки предложений в отношении как неотложных, так и долгосрочных мероприятий, направленных на удовлетворение культурной потребности в контексте развития. После ухода с постами генерального секретаря ОПС Депуэля лично возглавил самостоятельную комиссию. Мы встречались с Пересом Депуэляром в Петербурге, мы с ним говорили и об этой программе много. С нашей стороны в эту комиссию входил Никит Сергеевич Михалков, а также в ней был Илья Пригожин лауреат Нобелевской премии, он тоже входил в Международную лигу защиты культуры, был одним из зарубежных членов Международной лиги защиты культуры, Илья Пригожин, был знаменитый ученый-лингвист Клод Левис-Пространца, ну и другие уважаемые люди, и они сделали удивительный и достойнейший документ, который, к сожалению, мало кому известен и в мир не вошел, пожалуйста, дальше. Все это опубликовано в нескольких наших изданиях в Международной лиге защиты культуры и в нашей книге совместно с Дмитрием Сергеевичем Лихачевым, которую мы опубликовали, «Наука и культура как определяющий фактор устойчивого развития…» «Наука и образование как определяющий фактор устойчивого развития в контексте культуры», там, а в любом, этот вот текст. Ну, я опубликовал здесь очень достойное положение этого текста. Договориться, что развитие лишенного своего человеческого, а если можно, и культурного содержания становится бессмысленным. Экономическое развитие, когда оно находится в своем полном расцвете, становится частью человеческой культуры. То есть не должно экономическое развитие руководить культурой, которая стоит. Ну, и девятый пункт этого, как касается нашей темы в том числе, никакая культура не сможет выжить, если женщины не будут составлять неотъемлемую, разноправную часть такой культуры. О культурных правах здесь уже много говорится, и о правах человека. Говорится о соотношении с государством, какое будет разнообразие культуры и как развиваться должна быть неотъемлемая. Вот, дальше уже все завершаем. Это уже время наше, это уже принятие основы государственной культурной политики Российской Федерации. После них была принята стратегия государственной культурной политики Российской Федерации. Значит, вот из того, что сущностных каких-то моментов там осталось, настоящая основа государства, принимая настоящую основу, государство впервые возводит культуру в рамках национальных приоритетов и признает ее важнейшим фактором роста качества жизни и организации общественных отношений, залогом динамичного социально-экономического развития, гарантом сохранения единого культурного пространства и территориальной ценностности России. Но вот будет ли действительно культура приоритетной у нас? Об этом говорил и Владимир Владимирович Путин об этом говорил в конце 2013 года, когда готовились только на вот эти основы в государственной культурной политике. И очень хорошо об этом говорилось. Видно, и советник Владимир Ильич Толстой помогал в подготовке этих материалов. Но началась война на Украине, и было уже не до этого, и как-то этот вопрос отставлен оказался. Сейчас к нему возвращаются, несмотря на то, что тоже продолжаются войны. Пожалуйста. Какая-то новая сейчас. После этого президенту была принята стратегия на основе этих документов. А сейчас разрабатывается закон о культуре. Это уже последний самый этап, его нету, он открыт для предложений. И когда была предвыборная кампания президента, только что она завершилась, предвыборная кампания, в Петербурге как раз группа во главе с Театровским, она как раз занималась проработкой этого закона. Большинство говорило об экономике, о социальных всяких вещах. В Питере был поднят вопрос культуры. Не случайно. Ну вот, статья «Медвестинча памятные дни». Она нас замечала 24 марта. Эта статья здесь мы прочитали, когда торжественно отмечали Великий день, День Учителя. Именно в этой статье хочу-то чертить. Говорится о миротворчестве, говорится о мире. Сделали в каждом доме нашим знак этого стремления к миру, к манерному мире и всему миру. Пусть в каждом кругу хранящим избранным хотел о мире. Пусть начнут накопляться книги, писания, относящиеся к этому великому молению. Вот среди лучших мысленных посылок всегда будет сиять мысль о мире и всему миру. Все религии, все верные в своих выражениях запечатлевают это моление. Великими трудами и борениями слагается мир всего мира. И тем не менее, каждое человеческое сердце отзвучит на этот светлый приказ. И в наш памятный день вспомним и о мире всего мира. Последнее, давайте так дальше. И вот, нужно было сказать, что в Латинской Америке все это продолжается. У нас хорошее отношение с Алисией Родригас. Она приезжала недавно в Извару. Она целое движение под знаменем мира организовала в Латинской Америке. Вот, пожалуйста, вы можете видеть эти ежегодные акции. Она приезжает и сюда с этим движением. Она на Алтай ездила. Проходили конференции, проходили выставки. Многочисленные международные центры Рейха проводил на такую выставку в разных городах. И я думаю, что эта тема в Национальном Рейхском комитете тоже будет достойно звучать. И к ней присоединятся уже государственные организации и институты. Потому что, в отличие от просто общественных организаций, от многих, одна из краеугольных камней деятельности Национального Рейхского комитета в сотрудничестве с государством. Ибо государству нужно помогать. Государство, к сожалению, всегда отстает в этой самом эволюционном потоке. Приземляется в силу понятных причин. И нужно помогать, воодушевлять на самые лучшие зобы. И лучшая вещь о культуре, и лучшая вещь о эволюционном развитии была провозглашена не чиновниками, не средними учеными, не теми, кто собирался в какие-то комиссии, а гигантами. А гигантами, ибо они являют веки, творцов веки истории человечества. На них и нужно равняться. И России есть чем похвалиться. Это мыслители-космисты, это философы величайшие, это ученые, это художники. И среди них ярчайшей фигурой выделяется Николай Константинович Рейлих и вся замечательная семья Рейлихов. Рейлих принес человечеству новую, самую возвышенную весть о культуре. Рейлих дал надежду, Рейлих открыл врата к новому прекрасному миру, к новой эпохе культуры, эпохе, когда женщина будет иметь возможность полноправно, равноценно представлять свои права, духовные права, творческие права и станет водительницей, вдохновительницей. Женщина, которая соединит миры, неся знамя мира. Все, спасибо. Олег, сейчас тут возможность задать вопрос. Можно вопрос? Конечно. Вот вы говорили обозначении знамени мира как настоящее, прошлое, будущее в круге вечности. Потом вы сказали, что это Будда, Христос и Майтрея. Один из возможных вариантов. Мне как-то не очень считается правильным это, потому что Майтрея, понятно, будущее, а Христос и Будда – это уже прошлое. Где Мухаммед, где тот же Кришна, например. Это все суть одна и та же. Суть одна и та же, которая проверяна в истории человеческой культуры. Поэтому и даются эти веки. Но спасибо за наш вопрос. Я хотел на эту тему поднять в связи с вотчем. Единство прошлого, настоящего и будущего в круге вечности. Как может быть единство прошлого и настоящего? Понятно. Мы наследники этих исторических событий. Но как мы можем включить в это единство будущего, которого еще нет? А мы, оказывается, можем это сделать. А Николай Костянович несколько раз это упоминал и утверждал это. Мы включаем будущее мыслью своей, ибо мысль восходит в те сферы, где будущее начинается, где зарождаются его прообразы. И мы можем формировать это будущее через свою мысль. И мы можем соединять это будущее. Мы творцы будущего. Прошлое изменить нельзя. Настоящий вот. Вот мы с вами сейчас общаемся. Он задает себе этот вопрос. Рождается искра. Она оплодотворяет пространство. Она создает какие-то мысли у каждого из нас. До настоящего вообще не существует. Это так, чисто математическая какая-то черта. Из прошлого в будущее. Но это спорно. Нет, это спорно. Здесь разные источники зрения. И даже если вы ссылаетесь на учения, то там тоже есть такая вот, что есть только настоящее. Скажется, что у нас уже не существует, это миг, что есть только миг за него и держит. А с другой стороны, есть только настоящее. Тут нет противоположения, которые можно совместить, на самом деле. Я прошу прощения. И потом, отвечая уже более приметно на ваш вопрос, мы с собой в стране есть и лузы. Но творцы будущего, величайшие творцы будущего, те, кто владел мыслью, гиганты, кто владел мыслью, были Христос и Будда. И они этой мыслью завещали. А вы, конечно, не владели? Секундочку. Здесь речь идет о трех владыках проявных, которые дали основные мировые учения. Конечно, и Кришна, конечно, и Платон, конечно, и Пифагор, конечно, и Заранастро. Никто с этим не спорит. Но вот эти основные веки, они мыслью завещали своей, они завещали словом своим, что будет второе пришествие Христа, что будет Будда Майтрея. Конечно, того же самого Будду индуисты включают в пантеон воплощении Аватара и Вишну. Как Калки Аватар еще Будда. Образ Калки Аватара очень важен. Понимаете? И это все, конечно, едино. Так же, как все великие учения идут из единого источника. И в этом объединяется прошлое и настоящее будущее. И в этом эссенция культуры. Понимаете? Кристалл культуры. Тот камень, который лучезарит лучами, создавая эти внешние, связанные уже с временными ограничениями, пространственными ограничениями формы культуры, исчезнут, как исчезали в былых веках, исчезнут памятники культуры. Но в Акаше они запечатлены. Понимаете? В идеях они запечатлены. Конечно, трагично, когда на наш век варвары, вандалы уничтожают там, талибы эти уничтожают домянские скульптуры и прочие ценности. Но сам дух пробуждается в защиту. И это уже очень важно. Этот дух, пробуждающийся в защиту, создает будущее. И создает лучшее будущее, когда он возмущен такими, такой агрессией, невежеством. Но главное, создают творцы. Творцы прекрасно. У меня тоже есть несколько вопросов. Но прежде чем передать, я хотел бы вот сделать... Не, ну я все равно не понял, почему Будда с Христосом... Дело в том, что... Вот выделенная... Очень сокровенная вещь, но о единстве трех превышенных владык очень хорошо написано у Елены Ивановны в известной книге «Про нового мира». А вы посмотрите, еще раз взгляните... Читайте внимательно, это большая тема. Там очень, значит, четко... А у меня вопросов такие. Ну, один совсем простенький, я его задам, когда вы перечисляли в самом начале лекции, ну, как бы основные законы, которые были приняты человечеством, основные движения и так далее, вот, до банка. Ну, мне кажется, не надо бы туда упомянуть также и олимпийское движение. Скорее дельфийское движение. А? Скорее дельфийское движение, а не олимпийское. Дельфийское движение в дельфах касалось... Нет, но это было давно, а вы перечислили то, что было в 18-м, 19-м, 20-м веках, ну, когда красная-красная пересея говорили... Ну, в контексте... Да, конечно, олимпийское движение к этому имеет отношение, но в контексте культуры из истории, это, превер pintur, дельфийское движение, которое начало возрождаться тоже. Оно тоже начало возрождаться последние, там, десятилетия, но не так проявлено, не так полноценно. Я участвовал в составлении концепции дельфийского движения, и в администрации президента даже мы обсуждали эту концепцию, когда зарождалось дельфийское движение. Но, к сожалению, перетянуло концепции американские и вся прочая, которая уже превратила это все в значительной степени вторгачество. В этом Международной Лигой Защиты Культуры и Дмитрий Сергеевич Лихачев участвовали в этих самых переговорах с Христианом Киршем, который руководил европейской стороной дельфийского движения. То есть несколько лет мы этому посвятили. Был в Белиси в присутствии президента Шавармадзе тогда, были первые юниорские дельфийские игры, мы тоже были с Георгием Николаевичем Фурсеем там, и Дмитрий Сергеевич прекрасное приветствие туда направил Лихачев. Начиналось это хорошо, но ведь у нас скатывается, к сожалению, все высокое приземляется. Поэтому, конечно, да, конечно, есть еще такого рода вихи, и форум, который проходит в Казахстане, форум нужно вспомнить, да, всемирный форум, и в разных странах проходили свои локальные такого рода форумы, и конференции, и конгрессы. Это все голоса единого хора. Еще, я прошу прощения, я думаю, что у вас будет возможность задать вопрос. Вот, есть пакт Рериха, пакт, который принят Организация Удивных Наций. Они несколько различаются, вы не могли бы его более подробно значить? Это не пакт, это гаггская конвенция, гаггская конвенция, 14 мая, 54-го года, приняла конвенция о охране культурных ценностей в случае военного конфликта, было принято. А потом были протоколы, и там, 72-го года были дополнительно еще, достаточно неплохие. В чем различие? В том различие, что пакт Николая Константиновича, Вашингтонский, его там иногда на Запад называют пакт, 35-го года, он не различал военное и мирное время. Почему? Да потому что вандализм есть и в мирное время. Разрушение памятников, небрежение к ценностям культуры есть и в мирное время. И сердце человека должно и этим озаботиться не только военное время. Это одно из различий. Другое существенное различие, что они приняли голубой щит в охрану, знак, эмбрим, в 54-м году, а не знамя мира. Хотя они в начале текста, принятого вот в этой самой конвенции, говорили, что одно из оснований, на которых строится соглашение, является пакт Рейха. Пакт Рейха там упоминается в следующем веке. Много там полезного, конечно, было сделано. Но, к сожалению, так же, как и в Комиссии по культуре и развитию ЮНЕСКО, то, что мы говорили здесь в 90-е годы, и даже в этой комиссии будет проработан механизм воплощения. Через волонтерство, кстати, через специальное образование тех людей, которые должны были проводить эти самые идеи в жизни по охране культурных ценностей, не сработало. Не сработало, понимаете? Тормозиться стало, зацикливаться стали некоторые хорошие начинания. Но все равно важно утверждать и утверждать, понимаете? До мозоли на мозгу, как говорится в рейховских текстах, повторять и повторять в ритме. Тогда, может быть, люди поймут, что через культуру, подлинно понятую глубинно, можно решить все противоречия. Культура есть спасение в буквальном смысле. Она несет другие энергии, она создает нового человека, она преображает душу человеческую. И человек не сможет ни воровать, ни убивать, не создавать нечто безобразное, разрушительное для брата своего. Кто-то не предлагает вернуться от ГАКской конвенции к факту Рериха? Как вы к этому относитесь? Понимаете, опять возвращаться не надо. Идею лучшего пакта можно взять, и, мне кажется, взять то, что было сделано в ГАКской конвенции, в последующих документах, касающихся культуры международных документов и соглашениях. Это не исключает присоединение к пакту Рериха и создание какого-то дополнительного документа на основе пакта Рериха, создание дополнительного документа, который будет включать все самое лучшее. Но судей кто? Судей кто? Потому что, видите, начиналось всенародное обсуждение основ государственной политики с хорошего текста. Был подготовлен хороший текст. А потом включились министерства. Экономики министерства свое начало вкладывать туда, Академия наук свое начала вкладывать. Все, понимаете? Это как Николай Константинович, по-моему, в его статье «Пламя» о «Севере» пишет о том, что если, значит, художнику будут советовать все, что можно сделать, и каждый будет добавлять на ресурсию, то ничего хорошего не будет, понимаете? Так и здесь. У нас все решается коллегиально, когда нет гармонии и созвучий, и нет единого фокуса, нет единого принципа. Рерих-то заложил глобальный эволюционный принцип. Не он его придумал. Он онтологичный принцип, касающийся развития вообще всего живого. Понимаете? Он взял его от учителей, которые создают основы жизни. Это в этом смысл приоритета культура на всем остальным. В энергиях этой культуры. Самых послышанных им живут. Поэтому я думаю, что возвращаться нужно, но не возвращаясь буквально, а, значит, ну, как и Христос говорил, понимаете, заповедь старую и новую даю. Нельзя в старое меха влить молодое вино. Нужно на новом этапе это сделать оживленно. Для этого надо собрать совет для людей, которые были бы носителями культуры, носителями синтеза, а не просто узкими специалистами в той или иной области. Они ничего хорошего не создадут. Сколько бы им денег не платили. Это будет нежизненно. Мы это видим уже в истории. Ну, хорошо. У меня еще много вопросов. Я не хочу уже первого. Пожалуйста. Я хотела спросить, как вы считаете. Вот, насколько я знаю, Рыльхи как-то отрицательно относились к спорту, к такой соревновательности, состязательности. Вот некоторые виды спорта, как бокс, вообще называли мордобой. Вообще они как-то вот это спортивное, вот это соревновательность, что основные, что в том пословии лежит сейчас наши все дети мероприятия мировых, спортивных, они это, по-моему, не приветствуют. Понимаете, здесь есть у Лены Иванова много об этом говорится. И говорится об этом в связи с, вопрос ставится иногда похожий, в связи с хатко-йогой, которая делает акцент тоже на физическое тело, а не на духовное развитие. Вы знаете, что, конечно, в Рыльхи уважительно очень относились к духовным видам благи. Да, и к тому же с вами Кананде, который, значит, дал очищенные основы после пяти тысячелетней истории традиции йоги, он дал очищенные основы кармы йоги, бхакти йоги, джанана йоги и раджа йоги. Синтез дал этот перед живой этикой, Шри Орабинда дал такой синтез. Вот в чем дело. Гармоничное развитие физическое полезно в определенных дозах. Гармоничный вид спорта, художественная гимнастика и так далее. Так же, как некоторые упражнения хатко-йоги для медицинских целей, под контролем опытного наставника, который знает высшую йогу, знает духовные принципы, могут быть в медицинских целях полезны. Но, как правило же, люди бросаются в этот омут, понимаете, максималистки, подходя ко всему. И это уже, конечно, нарушение определенных эволюционных законов. Почему? Да потому что низшее должно служить высшему. А нельзя высшие энергии использовать для накачки физического тела, в каком бы виде это ни происходило. В виде спорта это происходит, или в виде хатко-йоги это происходит. Это вампилизация на высших центрах и на высших энергиях. Бусть это энергии не только индивидуального человека, не только личности, но и целого сообщества. Мы видим вот эти движения спортивные. И мы видим не случайно, мало кто анализирует из социальных психологов, почему именно агрессия такая, почему столкновения наблюдаются именно на спортивных мероприятиях. На футболах, там везде, понимаете. Это не случайно. Потому что нет той гармонизирующей и возвышающей душу энергии культуры, которая свойственна более гармоничным видам спорта, как художественная гернастика, как фигурное катание, например, понимаете. Я уже не говорю просто о произведениях искусства, о самой культуре. Поэтому дельфийские игры, на мой взгляд, были выше, чем олимпийские игры. Вначале что-то отбуда было взято и в олимпийское движение, облагораживающее гармоничное отношение с природой, с телом. И вообще отношение культуры, мы немножко вчера об этом говорили, и те, кто писал о культуре, важно понять отношение с природой и с культурой. И как говорил Леонард Ильич, этот художник продолжает деятельность природы. Он ее облагораживает, он ее ускоряет, эту деятельность природы. И Джордана Бруна об этом говорил, мы вчера тоже упоминали. Поэтому есть природная часть человека, физический человек, животный человек, а есть духовный человек. И эволюция требует сейчас мощного импульса для развития духовного человека. Николай Алексеевич это прекрасно понимал, и все устремления всей семьи были направлены именно на это. Вы много говорили о женском начале, о равноправии между мужчиной и женщиной. Лев Миронович даже на дне учителя сказал о полноправии. А вот как вы относитесь к явлению Афона? То есть много веков уже существует, поклоняются Богоматери, женскому началу, но женщин при этом не пускают. Да, вы правы. В некоторых традициях христианских действительно это можно заметить. Но дело в том, что в основах христианства, в первые века христианства было другое отношение женщины. Многие из заповедей Христа оказались либо утеряны, либо намеренно сокрыты или искажены. И, конечно, атака определенных сил. Мы понимаем, что человечество тысячелетия жило в борьбе между теми силами, которые олицетворил князь мира сегодня, Суфер, Сатана, это же космическая трагедия, космическое предательство. И силами, которые олицетворяли великие учителя человечества в любом из их проявлений, будь то Кришна, будь то Будда, будь то Христос, Зараст, Магомед и так далее. Поэтому роль, например, ближайшей ученицы Христа, Марии Магдалины, была принижена. Основной текст Христос давал о тонком мире, который сейчас чрезвычайно важен, по многим обстоятельствам чрезвычайно важен для человечества, через Марию Магдалину. Это было утеряно. Мария Магдалина показала преображение женского начала, от порочного к святому, признанного святой, понимаете? Но это было, оказалось, принижено, и потом еще, даже в наше время, подвергается всевозможным трактовкам и искажениям этого. Я думаю, что это будет со временем исправлено, это просто традиции. Есть, конечно, определенные фокусы на Земле, они связаны уже с какими-то планетарными энергетическими аспектами, где больше работает мужское начало, где больше женское начало. Но есть будущее у Афона? Ведь уже много веков существует, сколько святых оттуда вышло. Я не пророк, чтобы говорить о будущем у Афона, но я уверен, что есть будущее, мощное будущее у женского движения. И есть фактические материалы, это сестры Алтая, это белые сестры, о которых упоминаются в учении. Это же не случайные вещи. Это то, что мы видим, вот, Международная Федерация Женского Движения. Пробуждается дух женщины, как водительница, понимаете? Эпоха Матери Мира наступает, надо это забывать. Поскольку нас выгоняют, то я только задам, мне кажется, простые вопросы. Вот когда вы разрабатывали культурную программу «Знамя Небира», вы сказали, что там вы создали такой, как я понял, свод культуры. Культурно-исторический календарь. Вот когда, вот он где-нибудь, где-нибудь? Он неопубликован, но есть. Он есть у нас. Его необходимо публикают. Наверное, есть интерес. Я с удовольствием могу его предложить для публикации на сценарий, но я не могу взять. Ну, хотя бы, вот это связано с моим вторым вопросом. Все организаторы этой программы будут только рады. Второй вопрос к этому. Вот у вас есть несколько книг опубликованных, в том числе Стехачева, с авторствием с ней. Они, их же надо выложить, наверное, на них. Ссылки есть. Есть в электронной библиотеке, там на сайте. Ссылки есть там. Там вы выкладывали? Ссылки, по-моему, выкладывал. Вот посмотрите, мне кажется, что не просто ссылки, в электронной библиотеке выкладываются в полный текст. Там вы кликните, и у вас появляется, значит, да, да, проверим. Посмотрите, и хорошо бы туда выложить вот этот календарь, который у вас оставили. Календарь это не дадут выложить, потому что там, я оставлял, у нас в комитет, и туда входят очень серьезные люди, даже председатель психологического общества в Петербурге, вице-президент Всероссийского общества психологов, там из университета ходят. Но все будут рады, если мы это опубликуем. Вот хотя бы для начала в электронной библиотеке. Я поговорю, но я думаю, что все будут настроены сперва опубликовать, а потом выкладывать, а не наоборот. Не понял. Сперва опубликовать, а потом выкладывать. Ну, я не знаю. У нас разговоры... Ну, если уже сколько лет прошло, вы не публикуете. На выставках это было. На выставках у нас это было. Мы большие выставки проводили, по телевидению какие-то были об этом информация. Об этом была... Я переговорю, я не могу за всех решать. Ну, вот тоже, может, короткий вопрос. Статья опубликована была об этом в «Знаме мира в космосе» вместе с Балладином, вместе с основными организаторами. Ну, в самом деле, это просто информация... Да, там более подробно это все написано, можете найти. Да, очень важный метод, да? Вам же неизвестно о космической нации Асгарде? Если известно, то вы... Нет, ничего с Аззрой не ассоциируется. Первый раз слышу. Нет, я, может, не первый раз слышу, но он не закреплено в сознании. Ну, у нас даже был на семинаре доклад, это дело у нас будет опубликовано. Вот так, семинар, ладно, не видно, но... Я хотела узнать, Михаил Павлович, а где хранится вот это вот первое знамя мира, освещенное в Краме Крови? Нет, в Краме Крови, которое... А, в Краме Крови, где хранится знамя? В Нью-Йорке или... Наверное, в Нью-Йорке. Я точно не берусь вам сказать, что именно это знамя... Были еще экспедиционные знамена, которые в экспедиции были в Центрально-Азиатской. А вот знамя, которое было в космосе, мы его передали, возвращаясь к Балладин, мы его передали Сапчуку тогда в Ленсовет, мы его передали. Оно было какое-то время в Ленсовет. А потом, значит, была другая смена состава депутатов. Ну, так же, как в Думе висело знамя мира, а потом оно уже не висело. И это знамя сейчас находится в одной из организаций, которая была одной из ведущих в подготовке этой программы. Это знамя находится. Мы его выставляем на выставках. И, конечно, вот эти публиковые материалы, оно будет... Там фотографии будут будут. Продолжение следует...